Здравствуйте, друзья! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров. И сегодня я вам расскажу в рубрике «Создание планировок» о том, как мы сделали планировки для наших заказчиков. Это квартира 62 квадратных метра в ЖК «Айди Парк Победы». На самом деле, на сегодняшний день дом сдан, но ключи еще наши заказчики не получили. И уже на этом этапе они решили продумать свою будущую планировку, потому что это основа всех основ, основа вашего будущего жилья. Перед вами вот та самая планировка от застройщиков, в которой продуман холл, ванная, санузел, кухня в центре с лоджией. Еще есть одна ванная, гардероб. И получается три комнаты. Одна комната, вторая комната, третья комната. У заказчиков были пожелания, которые они отразили в техническом задании. Это молодая семья с двумя прекрасными девочками. Одной шесть лет, другой четыре года. Безусловно, для них важно было иметь спальню, кухню, объединенную с гостиной, они сразу определили, и по возможности либо отдельные комнаты для каждой девочки, чтобы когда они росли, у каждого был свой уголок, либо при невозможности сделать вариант совмещенный. Но это менее желаемый вариант. В первом варианте мы отразили основные их пожелания. Это отдельный санузел при входе и ванна в ванной комнате. При этом стиральную и сушильную машину мы поставили при входе вместе со шкафами, которые в прихожей распределяются. В этом случае в санузел мы сделали раздвижную дверь, и холл достаточно узкий, нам не расширить пространство, границы. Далее мы переходим в гостиную и кухню. Здесь мы предложили небольшой фрагмент кухни, наверное, это 3,60. Как кто-то у меня из клиентов говорил, вы говорили, что минимальная кухня 3,60. Да, не больше, вероятно. Здесь немного рабочих поверхностей. Мы предполагали, что как рабочую поверхность наша заказчица будет использовать стол. Стол на 4 человека, раздвигается. Если кто-то придет из гостей, можно поставить дополнительные стулья, будет побольше места. Над столом висит телевизор, и здесь диван с раскладным местом, место книжка. В этом случае мы оставляем у лоджии то остекление, которое есть. Но кухня очень-очень компактная, в которой надо было бы много всего разместить. Посудомоечную машину. Духовой шкаф, кстати говоря, под варочной поверхностью. Люди вполне адекватно понимали ситуацию, что все-все-все, там какие-то особенные хотелки не выполнить. В спальне. Спальня получилась довольно просторной, с спальным местом метр шестьдесят на два. Телевизор в спальне, кресло, туалетный столик и пуф. И еще платяной шкаф. И в этом случае мы сделали отдельный вход в ванную комнату, в которой находится душевая зона. Душ, раковина. И несмотря на то, что в техническом задании про второй унитаз особо там не было освещено, мы решили логично, чтобы был еще и унитаз с гигиеническим душем вот в этой мокрой зоне в ванной комнате при спальне. То есть у них получилась индивидуальная ванная комната. И получилось две детских. Детская номер один, детская номер два. В каждой из них мы разместили кроватки девяносто на два метра, хотя в техническом задании было написано метр двадцать на два. Мы показали, что так будет просторней, и поставили по девяносто. Но метр двадцать мы тоже сделали в другом варианте, чтобы все-таки пожелание заказчиков удовлетворить. Во втором варианте мы предлагаем более просторный холл, потому что предполагаем, что когда приходит четыре человека, может быть, одновременно, ну, надо как-то здесь, чтобы раздеться, разместиться пошире холл и платяной шкаф. Зеркало на всю стену, чтобы визуально пространство расширилось, ну, и заодно посмотреться перед уходом. В ванной комнате мы разместили унитаз, потому что в этой зоне мы расширили за счет санузла холл. Значит, унитаз, ванна, раковина. Дальше переходим к гостиной зоне, которую обсудим. На проходной зоне мы поставили телевизор, повесили на стену, и при этом сделали очень большую кухню рабочую поверхность, ну, в виде такого острого, полуострого. То есть кухня здесь увеличилась в объеме. Холодильник они хотели соло, но в этих вариантах можно и соло поставить, и, на мой взгляд, эстетичнее холодильник, который прячется в специальный шкаф кухонный. В этом варианте стоит стол, они хотели прямоугольный, с двумя стульями. Вариант раздвижной. И вот это вот такой диванчик. То есть такая кухня-гостиная, и при этом вот диван в гостиной, за которым тоже, на котором можно сидеть. Телевизор может быть далековато, но как бы как вариант, можно больше по размеру купить телевизор. Больше его негде разместить. Обратите внимание, что в этом случае выход на лоджию мы сделали заменой вот этого оконно-балконового блока, и здесь раздвижные дверки поставили. Вот это вот дополнительные затраты, которые будут необходимо выполнить в случае, если хочется, вот кухню побольше. Что касается спальни. В спальне также комод, туалетный столик возле окна, кровать, и вот над изголовьем делаем полку, куда можно положить там мобильный телефон. Ну, то есть вот здесь, видите, нет тумбочки. Оставляем проход только между шкафом и кроватью, спальным местом. Соответственно, все телефоны, зарядные устройства и все прочее, то, что кладется на тумбочку, это делаем, вот ставим на такой вот изголовье, деревянную такую полочку. Две детских. В одной из детских мы уже поставили метр двадцать на два метра кровать. Да, помещается, но чуть-чуть потеснее. Видите, вот на стульчике, если отодвигаться от рабочего места, будет как бы не очень комфортно. Мы специально это показали, чтобы клиент сам уже принял решение, делать ему так или нет. Стеллаж для игрушек, платяной шкаф, все предусмотрели. Во второй детской тоже побольше кровать. И также есть рабочее место и шкафчик. Ну, а вот в этой части ванная комната, в которой разместили стиральную и сушильную машину. В том варианте, в первом было в коридоре, здесь в ванной комнате есть душевая, есть раковина. И унитаз. И выставили вот в этой части хозшкаф. Мы до переговоров склинули. Ну, то есть у нас такой вариант, что неизвестно, можно ли в этой части выставлять стиральную и сушильную машину. Поэтому в этом варианте мы поставили ее в ванной комнате. В другом варианте, увидите, мы сделали иначе. Здесь раздвижная дверь. Доступ в эту ванную комнату и в эту из всех помещений возможен. В первом варианте только из спальни, там была индивидуальная. В третьем варианте небольшой, конечно, коридор, но здесь смежная при входе ванная комната, в которой унитаз, ну, как гостевой санузел, но с душем. И здесь же есть раковина. При входе там какая-то сидушка, крючки для верхней одежды и шкаф платяной. Коридор не очень широкий, но сплошь и рядом в некоторых соцсетях показывают варианты, как полностью заполнить это пространство и оставляют вот такой узкий коридор. В принципе, тоже возможно, но если мы габариты, размеры квартиры не можем увеличить. Спальню в этом случае мы перенесли, основную спальню родителей, вот в эту часть квартиры, в левую часть квартиры. И здесь сделали гардероб. Именно гардероб, а не платяной шкаф, потому что это уже мокрая зона. Вот гардероб можно сделать в мокрой зоне, платяной шкаф нельзя, потому что он относился к, скажем, помещению спальни. Телевизор все необходимое разместили. Здесь тумбочка, туалетный столик. В этой части получилось в центре квартиры, как это было застройщик, кухня. Мы не можем менять помещение кухни, переносить его в какую-то жилую зону и так далее. Или образные формы кухня и стол вот в этой части, который тоже раздвигается. То есть, конечно, перемещение, это всем понятно, что будет уже сложнее, но как бы исходя из того, что у нас есть, раздвинуть стол, раздвинули, все сели и уже дальше не перемещаемся, только в зоне кухни. Холодильник поставили отдельно. Но мы продумали, что здесь будет тогда совмещенная с гостиной кухня, столовая. В предыдущих вариантах тоже совмещенная, но мы в рамках кухонного пространства все это делали. А здесь мы в жилую зону выделили диван и телевизор за раздвижными перегородками. Причем их можно задвинуть в стену, и это будет прямо объединенное такое пространство. Кухня, столовая, гостиная. Но при желании можно перегородкой закрыться, и поскольку здесь диванчик тоже раскладной, то здесь кому-то там остаться переночевать. Но при этом детская комната для двух девчонок, она получилась единая. В принципе, в техническом задании так и говорилось. Детская дробь детские. То есть типа как получится. Если получится отдельно сделать, учитывая пожелания родителей, то делаем отдельно. Если нет, то делаем совмещенно. Поэтому мы всегда с вами общаемся и определяем, что для вас в приоритете. Отдельные комнаты, в данном случае для девочек, или отдельное помещение гостиной, потому что все вместе в 62 метрах не предусмотреть. Здесь раздвижная дверь. Стиральную и сушильную машину мы выделили вот в этот коридорчик. Это здесь можно, оказывается. Ванну поставили, унитаз и раковину очень неглубокую. То есть либо с размещенным сбоку смесителем, либо его можно еще сделать из стены. Вот такой третий вариант. После того, как все варианты наши заказчики посмотрели, выбрали вариант, который включает все их пожелания, максимально ориентируясь на те возможности, которые есть у квартиры, потому что надо не только обладать желаниями, но адекватно их применять к тем возможностям. Заказчики адекватные, поэтому получился четвертый вариант, вполне приемлем. Холл решили оставить достаточно просторным. И в этом варианте только один санузел. Санузел гостевой, как они называются, раковины. А ванная комната просто ванная, в которой располагается ванна для принятия водных процедур, раковина и полотенцесушитель. Унитаз один на всех. Хотя мы варианты предлагали, что 2-3 унитаза. Приоритет был, как выяснилось, у заказчицы в большой рабочей поверхности, 2 метра. Соответственно, кухню увеличили за счет коридора. Здесь вот эту барную стойку разместили. Вот эта вот рабочая поверхность появилась. Телевизор разместили вот в этой части, потому что здесь на стеночке уже было бы, наверное, далековато. Предыдущий вариант стеночка была ближе, поэтому мы размещали. За основу приняли диван на кухне, стол раздвижной, стульчики и замена остекления с выходом на лоджию. Спальня получилась такая, с двумя шкафами возле входа. Причем еще антресольные шкафы над дверным проемом. Можно тоже разместить. Телевизор есть, пуф, комод, все необходимое. Ну и полка для книг, телефонов над изголовьем. Понравился этот вариант нашим заказчикам. Как я сказала, получился санузел и, кстати говоря, получилось довольно просторное постирочное, где и стиральная, и сушильная машина в отдельном помещении, и также еще какие-то там места для хранения, может повесить. Ну, то есть вот это вот отдельно разрабатывать. Зону мы выделили прямо вот отдельное постирочное при такой небольшой площади для такого большого количества людей. Детские все-таки оставили по 1200 кроватки, стеллажи для игрушек, рабочие места, плотяные шкафы. Вот такая получилась планировочка, которая понравилась заказчикам нашим больше всего. И когда они получат ключи, они уже приступят к работам на основе вот этой планировки. Если вам все это понравилось, то обязательно поделитесь в первую очередь этим видео со своими друзьями и знакомыми, потому что может быть полезно и интересно. Конечно же, ставьте лайки, потому что мне будет очень приятно. И оставляйте свои приятные комментарии. А сегодня всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok